Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today, not today, not tomorrow, get on my way, please, I'm trying to get paid Not today, not today, not today, not today, not tomorrow, get on my way, please, I'm trying to get paid I've been bro for 27 years, I ain't gone for 28 We've seen you niggas flexing and finessing this shit, you know I ain't never ate We've seen you shine, you know I ain't never ate 99 место в топ 100 бесплатных аркад из плей маркета Ситуация немного изменилась и на предыдущем сотом месте уже новая игра Но возвращаться к этому месту мы не будем, так как они будут меняться с завидным постоянством А мне хотелось бы когда-нибудь добраться к лидерам этого рейтинга Итак, сегодня 99 место занимает игра Galaxy Attack, Alien Shooter Она имеет 4,5 звезды, 2 миллиона отзывов, весит 83 мегабайта Оценка 7+, умеренное насилие, взаимодействие пользователей, покупки в игре 100 миллионов скачиваний Правда не знаю, как такие цифры были достигнуты, остается только догадываться Производитель OneSoft Global PTE LTD У меня версия игры 37,5, прям как температура Последнее мгновение было 3 марта Игра вышла аж 22 октября 2016 года, что меня прям скажу удивило Думал, такие игрушки так долго не существуют Разве что полностью бесплатные и над которыми продолжают работать Из описания становится известно, что задача геймера спасти галактику от нашествий пришельцев На единственном уцелевшем вздалете при этом Задача окажется достаточно сложной, так как число и способности врага будут нарастать и увеличиваться Для упрощения задачи предусмотрена возможность улучшения и усиления характеристик корабля Играется путем перемещения корабля по экрану с помощью прикосновений Параллельно уничтожая врагов, собирая полезные предметы и уворачиваясь от ракет, самолетов противников и прочей непотребности По опциям Доступен многопользовательский режим, правда доступный от 12 уровня Я за 40 минут дошел до 8, но у меня кончилось терпение Иначе оно могло бы кончиться еще раньше Из-за многочисленного просмотра рекламы для более лучшего усовершенствования корабля За счет бонусных кристаллов, монет и прочего богатства Картинка выглядит достаточно неплохо Заявлено, что она адаптирована и для больших экранов Есть возможность использовать дополнительные навыки во время боя Но для их приобретения придется потратить время на рекламу или более материальные средства с карты родителей Игра имеет 160 уровней, отличающихся сложностью Обещаны красивые и захватывающие уровни, но насчет красивых слегка преувеличено Собственно, как их разнообразие Насчет увеличения сложности нет Она тут имеется с переменной нарастающей Присутствует сражение с боссами Обновление и усовершенствование пушек Дойти до многопользовательской игры я так и не смог Все из-за той же рекламы И тратить свои деньги на более комфортную перспективную игру я не имею желания Получить дополнительный дрон бесплатно не получится Возможно, только в качестве затравки игрока дадут воспользоваться тест-драйвом Дополнительные способности тоже доступны за дополнительные игровые деньги, кристаллы и прочее Воскрешения тоже не бесплатные, но на них хотя бы можно заработать У кораблей имеются различные скины с разными свойствами Изначально открыто три корабля, остальные за деньги Некоторые улучшения я так и не понял, как работают Так как после того, как их приобрел, на игре это никак не отразилось, хотя открывались они по мере продвижения по уровням Можно выбрать уровень сложности Средний, сложный и псих Я играл на среднем У корабля есть энергия, но тратится она гораздо медленнее, чем может надоесть игра Звуки в игре достаточно сносные Музыка примитивная, но не обращает на себя внимания С жестиком играть было бы проще, так как пальцем загораживаешь часть экрана А хитрый противник может решить развернуть свой корабль, когда исчезнет за полем вашего зрения Игра однообразная, как раз для любителей монотонности и прочих флегматиков Единственное, что меня заинтересовало, это пвп режим Уж очень было интересно, как его тут нужно было реализовать Но, как я уже говорил, он доступен лишь на 12 уровне И дойти до него я не смог, уж больно стало мне скучно Для ценителей подобных аркад игра будет интересная Не зря у нее столько скачиваний и хорошая средняя оценка Но она точно не для меня Скорее просто одноразовый прикол Так что решайте сами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok